О благоустройстве придомовой территории жители Заводской, 24, мечтали несколько лет. Наш двор требует реконструкции. Это давно понятно. И мы подписывались давно уже, просили расширить нам проезжую часть около дома и организовать парковку для машин, поскольку машины стояли даже на тротуаре, ходить нам негде было. Благоустройство требуется. Пять лет мы его ждали. Наконец-то его поставили в план. В начале летнего сезона начались работы. Этому предшествовало несколько встреч двух сторон, администрации и Федновчан, по вопросу согласования проекта. Первоначальный план благоустройства, предложенный администрацией, позволял удовлетворить в полном объеме потребность в машиноместах жителей этого и соседнего домов. Но его пересмотрели. Согласовали схему, по которой 10 деревьев остается перед вторым, третьим и четвертым подъездом. И мы к ним приближаемся по максимуму, то есть уширяясь где-то всего на полтора метра. Спустя время, когда уже черновые работы были проведены, жильцы дома на общем собрании большинством голосов приняли решение все-таки реализовать первоначальную схему. Для этого необходимо было выпилить в общей сложности 49 деревьев, в том числе 16 аварийных. Большинство зеленых насаждений уже убрали. Осталось спилить 9. На каждой из деревьев есть документ, есть перечетная ведомость, заключенный муниципальный контракт, есть, согласно положению Ленинского района об охране зеленых насаждений, схема выпиловки, что было, естественно, представлено подрядчику. И они работали согласно представленных документам. С действиями начались разногласия. Немногочисленная группа выступила за сохранение деревьев. Я не против парковки. Я, чтобы было всем жителям хорошо. И тем, у кого есть машины, нужно было бы поставить машины. И у кого их нет, то уже, чтобы сохранились деревья. Тем более деревья, о которых сейчас идет речь. Это сажал мой папа, участник войны, подростный Михаил Егорович. Я прожила в этом доме с начала его основания. И, конечно, возмущена тем беззаконием, которое сейчас творится. Я понимаю, парковка парковкой, но все равно те зеленые насаждения небольшие, которые еще как бы хотя бы дают возможность сохранить какой-то воздух в нашем городе. Это все нужно оставлять по мере возможности, а не вырубать все под корень. Несмотря на то, что парковка нужна, но это не значит, что все нужно вырубить. Видновчане, выступающие против расширения дворовой дороги, считают, что в данном случае нарушены их права, не соблюдаются нормы закона, вырубка происходит без разрешительной документации, а подписи жильцов за расширение стоянки поддельные. Людей просто подстрекли на вырубку, и у администрации не было документов для этой вырубки. Собрали подписи с лиц, не проинформировав их, что есть уголовный кодекс, что есть статья 260, которая запрещает категорически вырубку даже на собственном земельном участке. Собрали с людей подписи на блокнотных листах, подписи лиц. Подписи здесь половина сфальсифицированных, половина подписи содержит идентичную руку, то есть из-за жильцов кто-то подделывал подписи. Однако факт фальсификации подписей старшая по дому отрицает. Она лично ходила по квартирам. Это просто получилась у нас одна женщина, она посмотрела список, это не моя подпись, типа не моя, не моя, а я знаю, расписывался ее сын. Он здесь прописан, все. Я ей когда позвонила, говорю, Татьяна, в чем дело? Я ей сказала, она сразу, ой, Наташа, извини, я не знала. Так надо разобраться, прежде чем вот это, а люди этим пользуются. Несогласные с вырубкой деревьев жильцы намерены обращаться в самые разные инстанции с требованием провести проверку по факту, дословно, нанесения многомиллионного ущерба при домовой территории. Документы готовятся жителями в прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Московской области и в Росприроднадзор, потому что этот акт вандализма должен быть прекращен, это должно быть пресечено, и ущерб должен быть возмещен как бы в двойном размере. Да, пожалуйста, пускай подают заявление, это их право, но на самом деле, еще раз подчеркиваю, что все документы оформлены на ближайшем области. Активность граждан привела к тому, что подрядчики вынуждены были приостановить работы. Обстановка во дворе накаляется, соседи не могут найти общий язык. Жители устраивают незапланированные собрания, отнимая время у семьи и родных, требуя, наконец-то, навести порядок на территории, ведь благоустройство должно было завершиться к 10 июля. Сейчас вопрос уперся в одно дерево, которое отстояли зеленые защитники. Посмотрите, какая крона у Ясеня, он по седьмой этаж. Ну, я не знаю, почему вот такое упорство вызвало у некоторых товарищей, которые нам совсем не товарищи, скажем так. Будет приедена работа, если непосредственно с противниками того, чтобы это дерево спилить, я думаю, найдем решение. Когда в соседях согласий нет, на латых дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Так можно перефразировать строки известного баснописца Ивана Андреевича Крылова. Они очень четко отражают ситуацию, сложившуюся на заводской 24. Когда решение общего вопроса переходит на личные отношения, ни к чему хорошему это не приведет. А ведь этим людям еще жить бок о бок. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.